И дальше у нас гербера. Из чего она у нас состоит? Она у нас состоит из больших лепесточков, основной цвет и окантовочный в больших лепесточках. Маленькие лепесточки, здесь только основной цвет. Вообще вот этого основного цвета, с которого будете делать герберу, надо грамм 50. На одну герберу должно хватить. В целом на герберу уходит, наверное, грамм 70 бисера с окантовкой, с сердцевинкой. Сердцевинка у нас состоит из первого ряда петель. Ну, как бы это мелкие лепестки внутри, но вот у нас это будут петельки. Первый ряд, потом второй ряд петель, третий ряд и четвертый. Так, с тыльной стороны я решила прикрыть герберу вот фоамираном. Потому что, в принципе, ее видно не будет и желание делать еще и зеленые лепестки у меня не возникло. Итак, приступаем. У меня закончился бисер цвета гербера, который я буду делать вторую. Она у меня будет желтенькая, поэтому показываю вот на этом, на оранжевом. Оранжевый, темный и такой более светлый, кремовый, окантовочный цвет бисера. Делаем петельку. Для маленького лепесточка набираем 11 бисерин. 11 бисерин. Ну и можно с острым низом. Маленьких лепесточков, ну, надо, наверное, их обычно как бы меньше уходит. Возможно, 20, возможно, ну, если будет бисера у вас побольше, то, возможно, там и про запас сделать, чтобы когда собирали герберку, неожиданно вам не хватило, мне не хватило лепестков. У меня маленьких лепесточков получилось 18. Я надеюсь, что мне их хватит. Вот такой лепесточек должен получиться. Вот, их делаем, в общем, от 18 до 24. Большой лепесточек. Для большого лепесточка я сделала вот такую скрутку, потому что мне, вот эта проволочка у меня желтая, написано на ней, что это 0,4 мм, но как-то она очень мягкая, мне не понравилось, как она держит. Ну, вот где-то получается скрутка сантиметров 7,5 мм у меня. Теперь набираем 15 бисерин на ось. Вот у меня 15 бисерин. Делаем тоже две пары дух. Основным цветом. Острый верх. Любой низ. Потому что лепестки будут прикрывать основание друг друга, и поэтому не важно, какой у нас будет низ у лепестков. Так, вот у нас две пары дух. И третья у нас окантовочная. Вот. Какой шейод? Ну, вот. Вот. Такой лепесточек должен получиться. Таких лепестков у меня получилось 24, вот мои маленькие желтенькие я все подготовила и вот мои большие желтенькие. Дальше в серединке у нас, как я уже сказала, 4 вида вот таких петель. Это я их связала пучками, чтобы они между собой не путались. Делала я их на вот этой проволочке для сборки. Делаются они легко. Я вот подготовила, набрала все необходимые. Первые петельки состоят из трех бисерин темно-зеленого цвета. Вот этот вот бисер я использовала. Желтый я использовала, вот этот окантовочный, он у меня благополучно на кале закончился. Там было 20 грамм, ушел весь. Значит, первая петелька. Три темно-зеленых, три болотных вот этих. Скручиваем между собой. Оставляем длинные ровные хвостики. Таких у меня получилось 7. Но вот 8-й, потом будет видно, сколько понадобится. Вторая петелька. Три темно-зеленых, один светло-зеленый и три болотных. Также с другой стороны. Светло-зеленый, три темно-зеленых. Таких я сделала, по-моему, 12. Вот это 13-е. Так, четвертые петельки состоят из 6 болотных и 3 салатовые. Вот эти вот нежненькие. И самые большие петельки у меня состоят из... Сначала идет 3 болотных, потом 3 салатовых. Затем 5 желтых. Назад опять 3 салатовых, 3 болотных. Самая большая петелька. Уже прям лепесточек. Вот этих у меня 18. Средненьких 12. Маленьких 7. Сейчас 8. Этих, по-моему, 24. Сколько уйдет? Не знаю, понадобятся ли все. Сейчас посмотрим. Когда все элементы герберы готовы, придаем лепесточкам желаемый вид. Берем шило. Вырезаем кружочек из капроновой крышечки. Делаем дырочку. Дырочку такую прям. Чтоб она широкая была. Вставляю посерединке первой. Нормально. Так как надо их друг с дружкой крепить, вокруг вот этой первой сразу можно сделать 6 дырочек еще. Я вспомнила, что у меня же один запасной, поэтому сделала 7. И просто вставляем в каждую дырочку по одному. Продолжение следует... Так, вот тут у меня дырочку. Но я, наверное, сейчас сделаю вот здесь дополнительную, чтобы не было просвета в серединке. Так. Вот так выглядит первый ряд. Дальше. Стараемся между вот этими дырочками, между дырочками, близко-близко, делаем второй ряд дырочек для второго ряда петелек. Получается их 12. Приблизительно на одинаковом расстоянии, с одинаковым шагом. Вот у меня второй ряд дырочек. Их надо делать прям близко-близко к первому, не отходя. И вставляем вторые петельки. Они немножечко выше. Поэтому как бы и должно серединка быть маленькая, а потом выше, выше и выше. Здесь я сделала 13 дырочек. То есть правильно вам сказала, что было 12 петелечек. Сделала при вас 13-ю, и сделала 13 дырочек. Вот второй ряд петелечек. Вот так выглядит снизу. Аналогично поступаем с третьим и четвертым. Вот так вот у меня получилось. Это уже 4 ряда с петельками. Сердцевинка. Вот я сделала уже дырочки. Дальше у нас идут вот эти лепесточки. Ничего нового. Дырочки побольше делаем. И стараемся аккуратненько всеми проволочками туда попасть. Вот так. Потом они будут поближе. Или можно будет распустить. У меня вот таких лепесточков, еще раз повторюсь, Значит, сейчас делаю 9. Первый ряд и 9. Второй ряд. Вот так вот все 18 лепесточков ушли. Снизу я их попарно скручивала, чтобы они не выскочили у меня. Специально не расправила, потому что когда скручиваешь, они по-разному разворачиваются. это легко исправить потом. Не очень как бы уже сейчас понятно, где лепестки первого ряда, где второго, поэтому так приблизительно расправляю. Где-то вот так. Ну, опять же, это не конечный вариант. Потом, когда полностью цветок будет собран, можно будет еще подправить. Так, далее. Самые большие лепестки тоже в 2 ряда. Их 24, значит, в первом ряду 12 и во втором ряду 12. Забыла сказать, специально крышечку вырезала максимального размера, то есть срезала только бортик. Так удобней протыкать, делать дырочки, а затем легко срежем оставшийся ненужный краешек. Мы потом сможем срезать, когда уже будут полностью закреплены все лепестки. Продолжаем. Теперь уже смотрим где-то между этими, напротив, и делаем дырочки, и будем вставлять большие лепестки. Вот такая вот гербера. Должна примерно получиться. Потом еще подправлю лепесточки, потому что тоже они были перевернуты, я их просто разворачивала, потом уже, когда будет в композиции. В этот пучок, который у нас снизу, я уже, кстати, вот обрезала лишнюю крышечку, и вот нам это надо прикрыть теперь будет. Прикрывать будем фоамираном. Я сделала вот таких вот три кружочечка разного диаметра. Просто в пучок вставила стебелечек, закрепила, и теперь надо, начиная с самого большего, вот здесь руками выдавила в серединочке, чтобы была такая форма чашечки. Первый надо, наверное, побольше сделать. Сейчас примерю. И не спеша, чтобы все-все наши... Вот, наверное, даже, в принципе, где-то и так. Можно будет подклеить или закрепить проволочкой. Сейчас попробую сделать больше дырочку, чтобы она у нас поглубже садилась первая. В принципе, ничего не поменялось. Ладно. Спасибо. 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 В общем, вот такой способ я придумала, как прикрывать крышечку и проволочки. Ну, а дальше подматываем, как обычно. Вот так будет она выглядеть. Я посмотрю, там, может, потом просто подклею, чтобы не было видно крышечки. В принципе, и так не особо видно. Ну, посмотрю. Ну, и дальше просто обматываю хористической лентой. В принципе, стебля, видно, скорее всего, у нас не будет. Но все-таки вот так будет выглядеть наша гербера. Ну, вот все элементы нашей композиции готовы, собраны. Я им придала желаемый вид. Теперь нам надо ее собрать, смотать проволокой, то есть, чтобы она у нас была, держалась так, как мы этого хотим. Композиция уже очень тяжелая. Вот, наверное, фиолетовая гербера у меня будет где-то здесь. Вот так вот, наверное. Дальше. Желтая. Давайте попробую вообще взять в руку, так как собираюсь их располагать. Вот так. Вот так. Вот здесь у нас будет идти по краю лилии. Тяжело и тяжело держать. Вот так. Ну, вот примерно вот так должна будет держаться композиция. И потом добавлю листвы. беру проволоку для сборки. вот так вот здесь. Вот так. Одна гербера. Вторая. Они более фиксированы в нужном месте. У меня вообще прижало в другую сторону. Думаю, где-то с под низу вот здесь будет большой лист. Ладно, пока здесь оставлю. Так, калы. Пока здесь оставлю. Калы скреплю между собой. С этой стороны у нас будут вот эти листики. Думаю, можно их уже закрепить. Один оставлю со стороны линии еще. Так, и теперь это нужно прикрепить на все к общей. То есть тут мы уже проволоку не жалеем, потому что композиция тяжелая. Надо смотать попрочнее, покрепче. Это все равно у нас будет в гипсе, а потом прикроется сизалью, если что-то будет торчать. Ну вот как-то вот так. Потом еще подправим. То есть, в принципе, прикреплю вот здесь, в общий кустик. Уже держать в руках вообще невозможно. Поэтому лежа. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...